Здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сёстры. Ну, насколько вы уже поняли, в данном видео мы с вами будем обсуждать те статьи, которые вы мне присылаете. Но прежде чем мы перейдем к основной теме, я хочу сказать, что сегодня навряд ли будет прямой эфир, хотя я и постараюсь его провести как бы поздно бы не было бы. С чем связано возможное потенциальное отсутствие прямого эфира на моем канале, я объясню. Это связано прежде всего с многочисленными статьями, которые вы мне присылаете. Сегодня я рассчитываю загрузить три видео, в которых буду анализировать присланные мне статьи. Ну, а теперь давайте перейдемте к главной теме. Прежде чем непосредственно перейти к анализу статей, я хочу обратиться к своим подписчикам. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Все вы узнаете данный канал. Гарри Гиннжде. Вчера на данном канале, как вы знаете, проходил прямой эфир. На котором присутствовали несколько представителей радикального армянства. К сожалению, в связи с моей занятостью я не успел записать тот самый эфир. Сейчас же он удален с данного канала. Чем же он важен? Я уже говорил причину важности того самого прямого эфира, который Гарри Гиннжде удалил. Важность заключается в том, что в прямом эфире они посмели глумиться над жертвами, которые пали от коронавируса. Они хихикали, когда речь зашла о них. Некоторые откровенно смеялись. Я даже не буду говорить, как они, скажем так, прикалывались над животными, которые периодически в тех или иных странах приносили в жертву, чтобы, как они говорили, напоить людей. Очень смешно. Что можно сказать? Этот прямой эфир очень важно распространить и ознакомить всех. В особенности с тем моментом, где они вели себя, ну простите за такое грубое слово, по-свински. Бесчеловечно. А на самом деле они просто в этот момент, на мой взгляд, показали свое истинное лицо. В связи с чем я обращаюсь ко всем нашим азербайджанцам, ко всем моим зрителям. Те, кто скачали данный прямой эфир на канале Гаррегин Жде, пожалуйста, перешлите мне. Потому что я хочу вырезать этот фрагмент, и чтобы действительно этот фрагмент был распространен по всему интернет-пространству. Потому что это истинное лицо армянского радикализма. С этим все, дорогие друзья. Теперь давайте перейдемте непосредственно к анализу статей. Вот первая статья. Да, она немножко на другую тему. Кто такой Номан Челин Беджихан и почему его так уважают крымские татары? Почему же я решил заговорить с вами о татарах? Спросят меня мои зрители. Ну, прежде всего, есть определенный аспект, который крайне важен, на мой взгляд. Не знаю, кто как, но для меня он показался крайне важным. И вот в чем дело. Обратите внимание, что здесь пишется о русско-татарских отношениях. Не просто говорится о крымских татарах, а пишется о татарско-русских отношениях. С тех пор Челин Беджихан герой почти святой для радикально настроенных крымских татар, считающих, что они все еще ведут свою борьбу против своего известного врага русских. Крайне важно, что второй раз они не написали крымских татар, там, где уже речь зашла о русских. То есть, тихой сапой идет намек, а точнее сказать, идет разжигание межнациональной розни в данной статье. Это маленький фрагмент, но, на мой взгляд, крайне важный. Очень важно было бы обнаружить данную личность, которая опубликовала данную статью. Сам же он себя обозначил мир в объективе. Я опять-таки вынужден обратиться ко всем моим зрителям, чтобы они каким-либо образом посодействовали, скажем так, в том, чтобы эта личность была наказана за разжигание межнациональной розни. Тем более, разжигание межнациональной розни уж точно в Крыму. Переходим к следующей статье. Трупы в колодце. 100 лет резни армян в шуше. Что же сразу бросается в глаза в данной статье? Но прежде всего, упоминание только армян, как жертв тех ужасных событий, происшедших 100 лет назад. Словно бы не было погибших азербайджанцев в Зангизури, в Кубе и в других районах Азербайджана. Только армяне погибали от диких тюрок. Из названия следует именно это, не так ли? В самой же статье, хоть и вскользь, но все-таки упоминается о том, что погибали и азербайджанцы тоже. Но об этом чуть позже. В первых же строчках вызывает уже сомнение у любого здравомыслящего человека правдивость данной статьи, хотя бы в том, что о жертвах пишется «Были убиты от 500 до 30 тысяч человек». От 500 до 30 тысяч. Что же это за такие числа? Почему такая громадная разница? Это первый вопрос, который возникает буквально с первых строчек. Второе, опять я хочу сказать, ничего толком не пишется о том, что предшествовало этим событиям. Говорится о том, что были конфликты в 1905-м, 1920-м, хотя на самом деле в 18-м году и 1992-м. Кстати, опять-таки, почему в 20-м? Резня в Кубе была в 1918-м. Куда же исчезли два года, которые предшествовали 20-му? Крайне важный вопрос. Потому что если говорить о 1918-м годе, тогда то, о чем автор пишет, касаясь шуши, окажется просто, скажем так, пустышкой. Потому что в Зангизуре было вырезано, уничтожено практически все азербайджанское население. В Кубе были уничтожены не только азербайджанцы, но и евреи и лесгины. Интересный факт, не так ли? В данной статье также стараются все свалить на мусаватийское правительство, на англичан, на кого угодно, но ничего не пишется о дошнаках, словно бы этой радикальной организации не было. Тоже интересно. Интересно. Вот важный аспект. То есть они пишут о 20-м годе, но здесь же, чуть ниже, в этой же статье, они пишут следующее, давайте почитаем. В конце лета 1918 года армянская армия под командованием Андроника вторглась в Зангизур. К октябрю разгромилось здесь 115 сел, хотя на самом деле в несколько раз больше, убив 7700 и ранив около 2500 азербайджанцев и курдов. Еще 50 тысяч бежали вглубь Азербайджана. В самой Армении было разгромлено 199 мусульманских сел, в которых проживало до 135 тысяч человек, часть из которых погибла, другая бежала в Нахчеван. То есть автор говорит о событиях в Шуше, но в названии почему-то ничего не говорится об азербайджанцах. И только в самой статье в глубине говорится о жертвах, который понес Азербайджан от армянских организаций националистического толка. Интересно, дорогие друзья, интересно, то есть с самого начала автор старается ну, скажем так, загипнотизировать читателя, чтобы он акцентировал свое внимание только на жертвах армянской национальности. Здесь говорится, как я говорил об Англии, о Хосрофбеке Султанове, который именно старался сдержать армянство. статья очень большая, крайне большая. в день Навруза, в день, когда азербайджанцы и мусульмане праздновали Навруз, армянство собиралось напасть на Аскеран, Ханхенди и Шушу. То есть это тоже было своеобразное глумление над нашими мусульманскими азербайджанскими праздниками. Но праздник... Но армянству не удалось это сделать. То есть опять-таки в данной статье четко указывается о том, что само армянство спровоцировало дальнейшие действия своей попыткой напасть на город. Но почему же тогда в начале статьи говорится только об армянских жертвах? Почему? Я не понимаю. При этом армяне, которые осели в Карабахе, включая шушу, их начинали свозить только при Петре Первом. Также массово они прибыли, когда были события 1915 года, а также из Ирана. армяне, то есть это не их были земли, но они решили напасть. Вот факты, дорогие мои. Ссылку на данную статью я обязательно оставлю под данным видео, как и все остальные. Переходим к следующей статье. Гагик Царукян зарплаты неработающим гражданам Армении должны платить государство. Сразу после прочтения названия данной статьи возникает один крайне важный вопрос. А с чего, из какого кармана Гагик Царукян планирует оплачивать неработающим гражданам Армении зарплаты? На мой взгляд, ответ крайне прост, если внимательно приглядеться к следующей фотографии, на которой вы видите авторитета Робсона, Сержа Саркисяна и уже знакомое вам лицо Царукяна. В чем же заключается ответ на данный вопрос? Ну, на мой взгляд, оплачивать зарплаты неработающим армянам в Армении будут из воровского общака. Тех самых авторитетов армянской национальности, которые действуют на территории России, а точнее сказать, ее грабят. Не так ли? это так, в двух словах, чтобы ответить на данную статью, потому что у Армении нету денег даже на то, чтобы как-то более-менее привести в порядок собственную столицу. О каких же выплатах неработающим гражданам может идти речь? Армения не смогла даже маломальски попытаться справиться с коронавирусом. Опять-таки вопрос, с чего же Армения будет платить неработающим армянам зарплаты? Вопросы, вопросы, вопросы. Переходим к следующей статье. Вот эта статья, называется она «Как Кипр турецкие и армянские города захватывал?» Крайне интересная статья. Меня интересует только один вопрос. А была ли Армения и были ли армянские города к тому времени, когда Кипр начал, скажем так, захватнические войны? Скорее всего, навряд ли. Тем более, как мы в дальнейшем можем заметить, данные действия начали происходить в 10-11 веке, а в большинстве своем и того поздней. Интересно, при чем здесь тогда армянские города? Но этого мало. Этого крайне мало. Давайте продолжим изучать данную статью, и мы после ее прочтения по неволе должны задаться одним вопросом, крайне важным. чему чему тогда удивляются историки, что Турция решила захватить Кипр? Знаете, самая лучшая защита это нападение. И если на протяжении долгих лет на тебя оказывалось давление со стороны в кавычках соседа, то лучшая защита от дальнейших нападений это захват. Не так ли? То есть Кипр сам, будучи в общем-то небольшим государством, так или иначе провоцировал чтобы Турция захватила данные земли. Не так ли? Вот вам и ответ. Не было бы провокаций, не было бы и захвата. Еще крайне интересный вопрос. Он заключается в самых последних словах, в самом последнем абзаце данной статьи и заключается в следующем. После падения Венеции остров был под османским Игом вплоть до 1914 года. Что подразумевается под словом Ига? Простой, опять-таки, внеочередной вопрос. попытки захвата турецких земель не являлась Игом. А Иг являлась именно обратной реакцией турков, османов. Да, здесь был такой вопрос касательно замечания, которые сделал один из комментаторов. Под турецким Игом, при чем тут Ига, автор поменьше агитации проармянской. Здесь у него спросили, где он видит проармянскую агитацию. Ну, давайте поднимем здесь повыше, и я сейчас акцентирую ваше внимание на четко имеющиеся проармянском положении данной статьи. Нет, это не армяне, хотя правили и Армении. Крайне важный аспект. Ну, что ж, дорогие друзья, переходим к следующей статье. Вот эта статья. Сейчас поднимемся с вами наверх. Статья очень обширная. Российско-армянские либерасты перед лицом нативных российских. Ментальная прострация. В данной статье автор попытался поглумиться над Еленой Родиной. Правда, в данной статье он также же, скажем так, чтобы не быть видимо односторонним, задел и представителей армянства. Да, дорогие друзья, он старался бить на два фронта. в отношении глумления прежде всего он поставил в кавычки скажем так должность Елены Родиной, то есть в кавычки поставил слово юрист. Из-за ее не понравившихся видимо ему комментариев. Она заявляла, что ей уже надоели представители армянства. Она не говорила об армянском народе. И автора это крайне задело. Авторы также задели многочисленные высказывания Елены Родины в отношении некоторых российских политиков тире политологов. В том числе Алексея Кудрина. Сейчас некоторые спросят а где же тогда его поддевки в сторону армянства? Вот интересный комментарий который оставил один из представителей армянства под комментарием Елены на Родины. Давайте прочтемте в начале ее комментарий. Когда опять армяне в 1988 году попытались нанести мне удар случился спитакское землетрясение. Армения хочет испытать опять кару Божью. Высказывание действительно крайне радикальное но что же и как же на это высказывание ответил один из представителей армянства под ником Вабанг во-первых безграм безграмотное само построение слов давайте я вот так выделю читайте сами я не хочу это читать потому что здесь идет именно мат советую смотри про Асала и за слова ответишь еврейская простите я не буду читать кто именно ты как моя после ну что можно сказать вот это видимо так называемая великая армянская культура но давайте опустим тесниже давайте опустим тесниже потому что это не один факт так называемой великой армянской культуры вот так нет это пожалуй мелко чтобы освещать как-либо вот например фрагментик тоже крайне интересный простите это не мои слова эти слова сказала Сюзанна Хачтриан женщина она оскорбил русских суками если бы не армянские генералы маршалы вас бы сейчас ну скажем так выиграли бы немцы во все неблагодарный народ бьющий в спину всегда исходя из истории а самое главное остаетесь за бортом опять-таки русских назвали турками азеры водят вас за нас конечно же оскорбили нас уже постыдились бы позорно ну что можно сказать дорогие друзья комментарии говорят о многом и это ненависть видимо в армянстве давно просто они нашли Елену родину чтобы как-то оправдать свою ненависть к русским не так ли так это это меня меньше интересует те кто захочет сможет прочитать данную статью полностью я же акцентирую ваше внимание на основных аспектах вот оскорбление гормон накипят армянского мужчины мол ей не хватает Елены родиной ну что можно сказать браво 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 меня интересует только одно как этим высказываниям относятся наши армянские оппоненты в ютюбе в одноклассниках и в других соцсетях это ваши пишут здесь очень много чего сказано я не буду все это вам зачитывать здесь также глумятся над скажем так расколом который оказывается сейчас происходит в армянской диаспоре о котором армянство говорить не любит да дорогие друзья раскол осуществил Давид Танаян но это не тот Давид Танаян о котором мы говорим говоря о политике Армении он был арестован в России здесь об этом рассказывается я не хочу заострять ваше внимание кто захочет прочтет так здесь также приводятся слова представителей армянской диаспоры Украины вы можете прочитать здесь вообще сплошные можно сказать оскорбления как то так дорогие друзья на этом я пожалуй закончу с данной статьей и с данным видео сегодня вас ждет еще два видео которые я постараюсь успеть сделать ну что ж на этом я с вами прощаюсь до следующих видео на моем канале прямой эфир вас ждет не сегодня а завтра всем до свидания